салам алейкум да всем как бы погода шикарно мне всегда везет особенно когда съемка хочу делать просто не стабильно кого идет дедлайн одна съемка в неделю ну один ролик в неделю так что сегодня расскажу про наше старое доброе чудо автопрома это приора машин который кто-то не любит кто-то любит кто-то ехает кому-то она нравится кому-то не нравится что образно про нее можно рассказать так погода шикарная но что можно рассказать про этот чудо автопрома да сейчас когда рынок ну не адекватен когда вам нужен автотранспорт и вы не знаете что купить на меня единственно что можно взять для комфорта для надежности это лада приора машина 2006 года я помню десятом году эту машину много кто хотел ее тюнинговали ее любили сейчас уже такого не осталось была мода на посаженную приору просто в хлам посаженной приоры были их было очень много ставили пневмо люди покупали эту машину за 200 тысяч и вкладывали туда 500 тысяч это было как бы нормально сейчас чуточку другие времена сейчас ребята пытаются купить что-то наподобие 5 миллион г ну те времена прошли ребята пришли новые времена когда рынок чуточку взвесился когда новый вес то стоит неадекватно дорого и будем реалистами уже машина не роскошь а средства передвижения потому что есть места куда они идут такси куда не идут маршруточные автотранспорт а есть люди которым доехать до своей работы нужно есть люди которые чтобы доехать до своей работы нужно автотранспорт я них на всех скорее всего подойдет это приора она подойдет своей ценой то есть эту машину можете от 150 тысяч она будет ушатанная в хлам но она будете ездить она пусть тихо спокойно отвозит вас на работу и все в этом духе также можно найти что-то получше за 300 за 400 с кондиционером со всеми делами так вот можно найти за 300 за 400 когда вы ищете машину с комфортом то есть будет кондиционер будут да и все больше комфорта в этой машине тут не подогреть сиденье за это деньги я вышел рассмотрел бы данную машину конечно самый тупой это брать приору за миллионы считаю вот вашей глупость когда за миллион можно взять вес то брать приору за миллион должен начинается брать приору за миллион который кто-то поставил мешки от мусора на сиденье говорит там пробег 30 тысяч но ты групп глупо это очень глупо я бы такой не дел данную машину вообще это покупка юмора была это тоже она за оператора машин вот просто утром звонит и говорит поехали покупать машину все поехали покупать машину нашли купили так нельзя делать живет масло как дух то дух тактовый мотор то есть на один бак бензина 4 литра масла такой мотор при этом машина едет при этом она довезет вас туда куда ей вам надо и куда вам и не надо погода шикарно все равно что же еще можно добавить про ладу приору да на эту что нашего дешевого обслуживания если вы выбираете первую машину вас нет опыта купить вот это чудо автопрома это один из правильных вариантов здесь все очень просто она просто во первых она дешевого по обслуживанию у нее они дешевые запчасти и на не очень очень много разборов на нее реально просто очень много разборов вы все найдете например недавно был город буенакски пострадала очень машин пострадала очень дорогих машины это грустно конечно это это деньги деньги людей за 10 из града не будет ну есть например людей у которых приора них от найдут запчасти и поле менее адекватно цене мы пойдем машину сядем что как говорится пошел дождь и надеюсь не будет града не ищите много логики в этом ролике у меня просто должен сниматься один ролик в неделю а интересную машину я не нашел на следующую пятницу я точно найду интересную машину он на следующей неделе и пятницу и своду буду будет ролики а на эту я вот подсел нашему который у нас было дежурная машина она реально как дежурка я помню времена ее использовали дежурку как дежурку то есть у человека были деньги человек имел хороший транспорт лексус и все дела и у него было приор в гараже чисто поехать туда куда жалко было бы гнать своей машины горький работа на этом фоне это хорошая машина даже хорошим шоя я же каждый рассказывал про первую машину да я рассказываю как первую машину как она как первая машина первая машина она вот прям отлично вариант во первых не жалко во вторых и через на обслуживание третьих любой мастер починить нет денег на мастера в руках то человек вы их спокойно почините сами не знаю приора нравится реально ушел ушли времена тюнинга ведь вы заметили люди перестали тюнинговать машина я помню как у нас городе были приоры с дверями видела парке как их сажали как ставили пневмо как ребята ставили акустику дорогой прикинь просто нереально дорогой а я несет в другую сторону так вот и оставили ребята акустику дорогую даже в эту машину и дворники не успевают в эту машину вставляли машине вкладывали деньги поэтому что очень много вкладывали деньги погода просто шикарная думаешь на это ливень заметно да сейчас этого не осталось сейчас люди стандартные машины пытается с ними что-то там наподобие стейджа сделать это дольники не оторвутся пока идет дождь но вот на такой природе скажу последние слова так то машина хорошая если не считать то что у него уводит коробка нету безопасности я помню раньше когда были аварии подушки срабатывали после аварии они до во время аварии есть что добавить про эту машину ну скажем так ребята приорота переходная машина лучше взять что-то другое лучше копить но если нету денег и вам нужна машина приорах самая оптимальная хороший вариант за свои деньги да и во первых не жалко во вторых она говорю бюджетного обслуживания в третьих это рабочая машина до рабочих брать что-то ниже приорит уже 14 или еще ниже девятку ну блин надо любить комфорт я я ничего против тех машин не имея ну комфорт должен быть да нет я снимаю от красоту пусть смотрят на машине вот эту приору не видео видели то что мы снимем а так я люблю такую погоду все прощаемся или добавляю что-то прощаемся давай до свидания ребята ассалам алейкум всем